А вот известного омского предпринимателя Ливана Турманидзе, руководителя компании Литур, оправдали. Ранее Турманидзе предъявили обвинение в сокрытии налогов. По версии следствия, в прошлом году владелец Литура нарушил закон и не пополнил казну государства на сумму 42 миллиона рублей, которые должны были поступить в счет недоимки по налогам. Суд счел версию Следственного комитета несостоятельной, Турманидзе освободили от уголовного преследования. Однако сыщики не согласны с таким вердиктом. Мы не согласны с позицией и с выводами суда. По крайней мере, наша позиция, она определена. Мы будем ходатайствовать, направлять информацию в соответствующую прокуратуру о внесении этого апелляционного представления. По нашему мнению, собраны достаточные доказательства, которые свидетельствуют именно о том, что Турманидзе вводил денежные средства, осуществлял их в сокрытие. Отмечу, что оправдательный приговор Ливану Турманидзе вынесла судья Людмила Селезнева. Во время процесса прокуратура заявила ходатайство об отводе Селезневой, так как, по версии гособвинения, судья имеет личную заинтересованность в этом уголовном деле. Однако в удовлетворении ходатайства тогда отказали.